Сегодня мы поговорим о геморрагических трансформациях ишемического очага с рекомендациями врача-невролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнём. Геморрагические трансформации, коротко ГТ ишемического очага, выделяют следующие формы ГТ. Первый. Геморрагический инфаркт. ГИ типа 1. Небольшие петихии. ГИ типа 2. Сливающиеся петихии. Второй. Паренхематозное кровоизлияние. ПК типа 1. Менее 30% объёма инфаркта. ПК типа 2. Более 30% объёма инфаркта. Данный вариант всегда является симптомным. По времени развития выделяют следующие ГТ. Первое. Раннее. Возникают в интервале до 24 часов от проведения ТЛТ. Максимум до 36 часов. Второе. Позднее. Осложнением реперфузионной терапии считается не любая, а только ранняя симптомная ГТ. Следует отметить, что ГТ в пределах ядра может являться признаком достижения реперфузии и не всегда ухудшает прогноз заболевания. Последовательность действий при подозрении на церебральные геморрагические осложнения. Немедленное повторное выполнение КТ. Высокопольный МРТ. Срочное выполнение клинического анализа крови с определением гемоглобина. Гематокрита. Кагулограммы. Определение уровня артериального давления. В случаях угрозы массивного или продолжающегося кровотечения рекомендовано применение антифибринолитиков, криопрецепитата, плазмы, переливания 1-2 доз одногруппной крови. При необходимости пациент должен быть проконсультирован врачом-нейрохирургом. Отправляйте пост друзьям, родным и близким, эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!